вот переделываем демонтируем ктпл мягкую плитку обычная ошибка продыха нет вместо гидроизоляции тоже нет и поэтому парит конденсирует кровля выброс такие щели остаются вот это уже изнутри клиент пытался сам такие наклеить гидроизоляцию потихоньку так сейчас вам покажу демонтаж как демонтируется мягкая плита что что нам стоит имеющий даю ковра нету ребята говорит яндовы на яндовых не было подкладочного ковра задача здесь стоит такая что сейчас идет отделка и выморозить ловим погоду вылетаем на крышу и в момент демонтируем делаем пирог вот ребят смотрите с этой части крыш это тентами мы укрыли тут все уже готово обрешетка под металлочерепицу гидроизоляция дельта сейчас вася на изготовку скатов дома и мы сейчас температура здесь минус 5 будем менять водосточную систему все крюки крюки на замену будем выбрасывать и вентиляцию новую вентиляцию капельники здесь будет капельники конденсата карнизный капельник сейчас видите конденсат прям туда идет все сейчас ребят сейчас должен контейнер подъехать загрузим и вот эту мелочевочку тоже подбирайте чтобы потом весна снег растает весь участок вся территория вот так сейчас вам покажу этот объект такой дом так ну вас провели инспекцию что у тебя тут творится что ты делаешь но это я сейчас связываюсь уникмы план чертеж более подробный здесь у нас произведены уже работы по монтажу пароизоляционной мембраны изнутри нам здесь хорошо повезло изнутри можно было ее смонтировать не надо было сверху ванночками значит вся она и периметру она у нас проклеена проклеена нашим любимым скотчем я забитым на основе уже здесь теплее стало теплее стало намного на самом деле и обрешетка внутренняя все теперь идут работы снаружи можно в этой комнате здесь все все везде четко это старый конденсат да это старый это старый да это было до нас так восьмом что поехали еще на второй объект сейчас съездим на твой который ты ведешь да тоже расскажу покажу очень внутренней работы принципе здесь могу сказать завершены кое-где еще надо будет подклеить если у нас отклеится ну это уже перед сдачей будем так сказать петти рачу новая четко сам гендова никто не работал такие прогалку пришел в принципе фанеру делали скажем сделаны ремонт и уже обстановка более-менее затопить тоже нельзя вот в принципе в зимних условиях производим ремонт кровли вот такая погода 17 ноября хорошо хорошо когда вообще морозец минус 3 минус 5 самое но для кровли вот приехали мы на объект тоже на новой риге у нас расположен до из дома бревна видите и мансардная кровля то же самое ребят хочу показать вот это вся ведь и небольшая кучка утеплителя это было утеплена на всю эту крышу у нас он утеплитель року приехала полная машина сколько кубов 30 да вот вот смотрите это номинально считается 5 сантиметров этот утеплитель не идет на кровлю это курса вот это 5 сантиметров 3 я прожимаю все плотно здесь вообще тут 15 а мы используем 40 это сюда не идет практически утеплителя раз два и общался по объему даже по кубатуре это ну никак не утеплит ваш дом так сейчас хочу давай залезем на крышу вот вас рассказывать что здесь ты ну здесь уже вот пол ската готова но на самом деле если серьезно говорить здесь разбирали полной части выравнивали страницу утепляли так вот вижу уплотните бруска чтобы не затекал конденсат сделали вентиляцию вот сюда проложен капельник конденсата конденсат будет стекать здесь уже будет подшивка металлическим софитом будем менять вот эту подшивку деревянная здесь имитация брус металлический софит хочу сказать что вася обрешетка у тебя по шагу стран по шагу металлочерепицы уже набита 35 по осям 35 вот на ендовую молодец ребят вот так на на ендовую металлочерепицы сделать почти сплошного чтобы не прогибался не прогибалась ендовая когда вы уложите так пойдем дальше сейчас под на московье большие наледи снег частые отключения снега обрыв проводов сейчас меня рабочие живут бытовки свет тут пару раз отключался ночь в два часа ночи чуть не замерзли ребята так сейчас я кое-что хочу показать сейчас ребят я залез на крышу специально показать насколько крыша неровно вот только мы наращивали видите по шнурке каждую стропилина и вот это также вот это видите насколько наращивали насколько просили и вообще проседает он там ведь и проси почти на конте выравнивается и мы дублировали стропилами смотрите практически 4 сантиметра здесь наращивали настолько деревянный дом проседает деревянные конструкции поэтому мы сейчас наша последняя рука где делаем клиенту ремонт кровли естественно хотим уже окончательно кровлю выровнять в одно целое что вообще без сучка без задорин вот еще раз покажу здесь поменьше 2 она гуляет да а та сторона еще больше я когда сейчас запорошена снегом та сторона будет итак дорогие друзья будем прощаться с вами надеюсь наш обзорчик был интересный для вас познавательный показали мы вам два объекта который сейчас в работе находится в одном направлении здесь василий у нас василий у нас руководит двумя объектами пожелаем ему удачи чтобы он не замочил не затопил не выхолодил дома нашим клиентам и закончил все в срок давайте до новых встреч ждите наших новых видео пока не слева